Здравствуйте, товарищи! С вами Сет. Это первый Fallout. Собственно, продолжаем проходить и остановились мы на том, что закончили все наши дела в хабе. Ну и на том, что у нас 20 дней куда-то неизвестно куда делось на выполнение главной миссии. Поэтому, собственно, наверное, главную миссию сейчас выполнять мы и будем. Ну, во всяком случае, попытаемся, ведь нам известно, что в Некрополе есть водоочистители. Скорее всего, это значит, что там есть и водоочищающий чип, который нам и нужен, собственно. Поэтому мы отправляемся в Некрополь, который находится здесь. Хотя я думал, что он на самом деле здесь. Но, ладно, это не страшно. Страшно только то, что вокруг разбросаны камни и всякий хлам. И это... Это на самом деле, возможно, даже и клевый какой-то энкаунтер. Ну, то есть, не просто ведь так его мне закинули, да? Очевидно, что не просто так. Очевидно, что хотели чего-то этим добиться. Например, дать мне что-то обшарить, наверное. Ведь у меня куча удачи. И для чего они могли просто всякий хлам... Может быть, тихо расскажет мне, что за хлам. И по какой причине они хотят, чтобы я... ...всматривался в мусорные баки вот так вот, бесполезно тратя свое время. И ваше заодно. Но вы, в принципе, смотрите мое видео, значит, бесполезно тратите время. Так что... С вами вообще что-то не так. Ну, да ладно. Продолжим нашу дорогу, в общем. Раз уж... ...игра считает, что это достойная встреча. Ну вот. Это уже окраина города. Тут, скорее всего, будет что-то посерьезней. Серьезная игра? Ты шлешь мне крыс? Ну, хорошо. Крысы. Крысы. Крыса раз. Крыса два. Крыса ходит. Крыса ходит еще. Естественно, не наносит мне никакого урона. Еще и мажет. И вот. Я разобрался с крысами. Это... Это что? Лучшее, что игра могла преподнести нам. Лучший рандомный энкаунтер. Ну, ладно. Будем считать то, что... ...всякое бывает. На пустошах. Все дела. Кстати, я теперь очень боюсь играть в эту игру. По причине того, что я сейчас зашел и... ...у меня оказался... ...поврежден сейв. И я просто охренел. Ну, то есть, вот квик сейв, последний слот, на который я сохраняю, он... ...по какой-то причине оказался поврежденным. Но благо то, что когда я выхожу из игры, я сохраняюсь в квик-слот и в отдельный слот. Поэтому отдельный слот оказался... А, в порядке. В общем, я в порядке. Вы приближаетесь к темному полуразрушенному городу. Признаки жизни в нем почти не видны. Зловоние смерти окутывает город. Ну, интересует, собственно, только... ...то, насколько они враждебны. У них красные надписи. И с ними, типа, можно поговорить. Какое-то растение пустыни. У него 12-12 очков здоровья, но конечности искалечены. Я не знаю, если вдруг они враждебны. Ну, то есть, у них... Вот у этих вот уже получше. Да, мы... Ну, мы видим, это, в общем-то, гули. А, давайте... Мы не можем тут спать. То есть, 78 дней. Вероятно, все-таки, это... ...не самое хорошее место для отдыха. Не уверен, насколько оно дружелюбное вообще. И не уверен, насколько они захотят на меня нападать. И захотят ли вообще. Тут, например, есть здание. В которое можно, очевидно, зайти с этой стороны. И, возможно, даже поговорить с гулями. Но я не знаю, просто, если их всех истреблять, то это ж... Куча всего потребуется. Куча времени и патронов, и сил. Ну, давайте попробуем пройти. Сагрятся они на меня или нет? Вроде бы не агрятся. Они ведь не совсем слепые, правильно? Ну, вот кто из них доброжелатель, а кто нет? Нет. Говорить с кем-либо большого смысла нет. Потому что они все называются гуль. Если бы у них были имена, то в этом, может быть, и был бы какой-нибудь смысл. Но пока я всех прокликиваю, и они все просто гули. Может быть, в их здании есть что-то путнее. Кто знает. Может быть, вот в этом здании есть что-то путнее. Это туалет, судя по всему, вместе с ванной. Так, осторожненько, быстро выходим, чтобы тихо не загородил нам путь. Так, ну и... Собственно, что нам нужно знать? Нам нужно знать то, что мы должны спуститься в люк. Крышка люка, как видите. На земле много человеческих следов. Кажется, следы ведут к люку. Ну да, нам здесь сама игра подсказывает, что мы должны это сделать. И я не вижу причин, на самом деле, не слушаться ее. Давайте. Надо бы сохраниться, пожалуй. Сейчас я этим и займусь. Вот так. Видим здесь трупы гулей. То есть, очевидно, что-то их убило. Возможно, старость. Возможно, радиация. Возможно, это вовсе и не трупы. Но их можно как минимум обобрать. Естественно, у них ничего нет, потому что это гули. Хотя вот ножичек. А вот это вот уже что-то интересное. Трупы. Это что-то... Как будто его из импульсной винтовки расфигачили. А вот этого из плазменной винтовки. Из плазменной винтовки вот такая вот жижа остается. А из импульсной... Вот такой вот электрический этот. Но импульсной винтовки... Насколько я знаю, в этой части вообще нету. Она появилась только во втором фаллауте. Одно из сильнейших оружий. Естественно, с одними из самых редких боеприпасов. Ну и вот теперь надо, собственно, узнать, на какую лестницу нам идти. Ну и мы видим... То, что кротокрысы лучше меня видят в темноте. Я не думаю, что у меня какие-то проблемы могут вызвать эти ребята. Может быть, я убиваю их, делаю что-то хорошее. Кто знает. А сколько у них хп? А то это даже не смешно. 26. Ну, знаете... У меня все равно не хватает на два неприцельных выстрела. Поэтому будем стрелять прицельным. И даже не убивать их. Но я подойду поближе. Просто потому что... А так будет быстрее. Не знаю, нужно ли от них избавляться. Возможно, это в дальнейшем был бы какой-нибудь квест. Типа гули и убивают кротокрыса. 24. А у него что, не 26? А у него 26. Ну, хорошо. Тихо. Добей. Тихо, к сожалению, стреляет только один раз за ход. Этот вообще не согрелся. Ну-ка, интересно... Какова вероятность? Ноль. Слишком большое расстояние для этого оружия. О, тихо получает удар вместо намеченной цели. Да. Такие вот пироги. Я тебе покажу. Говорит он. Теперь мне главное, собственно, не выстрелить ему еще и снайперской винтовки в спину. Как видите, снайперской винтовки я могу до туда дострелить. Более того, цель умирает с первого выстрела. Ну, и это было, кстати, не зря. Я получил уровень. Естественно, лутов в них нету. А вот, возможно, в этом парне... Я чисто ради него, на самом деле, сюда и пришел. Я вижу, что... Электрокнут. Возможно, понадобится. Не знаю. Электрокнут. Я хочу быть госпожой доминанткой с электрокнутом. Дополнительных очков все меньше и меньше дают с каждым уровнем, насколько я понимаю. Пора ли качать энергооружие? Вот в чем вопрос. Думаю, что самое время, как видите, поскольку оно у меня не выбрано в основной стат, оно качается один к одному. То есть, чтобы докачать примерно до сотни, если я буду кидывать по 10 в левел, то мне нужно еще где-то 8 левелов. Это 7 плюс 8. А 15 левел? Нет. Ну, игру, в принципе, я пройду. Я надеюсь, что у меня будет больше 15 левела. Я надеюсь, на 18 на самом деле. Это очень сильно облегчит мне жизнь, потому что на 18 я знаю, что будет очень полезный перк. Но, возможно, игра будет и так достаточно легкой, чтобы я мог пройти ее. В любом случае, сюда я пройти почему-то не могу, несмотря на то, что здесь, типа, проход. Ну, такая стилизация, во всяком случае, как будто это проход. Ну, и давайте попробуем выбраться первое. Поднимайся. Хорошо. Так, я пришел к началу. То бишь, мне сюда вовсе и не нужно. Давайте попробуем вот к этой части. У нас еще, если что, вот здесь вот тоже не следовано. Возможно, именно туда нам и нужно будет. Это что ж ты не кликаешь с первого раза? Глупая лестница. Так, ну и мы опять-таки пришли к поверхности, на которую могли прийти и пешком. То есть, что-то нам не особо помогает. Ладно, давайте идем, значит, дальше. Что логично, в принципе. Мне, наверное, не обязательно говорить, типа, идем дальше, потому что у меня выбора-то особо и нету. Типа, нет, все, теперь я останусь здесь. Тут что, проход? А, тут проход в другую локацию. Подожди, не стреляй. Ну что ж, как вы видите, это разумные гули. Как вы видите, здесь лежит аптечка первой помощи. У разумных гулей. Ну что ж, привет, разумный гуль. Спасибо, что не стала стрелять сразу. Я могу чем-нибудь помочь? А, скажи мне, кто ты? Я предводитель простых людей, которым пришлось уйти с поверхности из-за других. Да, ты очень похож на человека. Фига? Вот вы тупые! Блин, эти диалоги, это просто... Вот это диалоги. Не то, что в масс-эффекте реплики Ренегада, там немножко сарказма и все такое. А здесь реально фига, вот вы тупые! Я, кстати, не уверен, я здесь мата не увидел, стоит ли у меня вообще фильтр нецензурной лексики и есть ли он вообще в первой части, потому что во второй точно есть. Кто вас сюда загнал? Над землей некрополь и воду контролирует Сет. Вода? Это что нам нужно? И его гули. Мы мирные люди и мы ненавидим Сета. Кто такой Сет? Очень, кстати, похоже на мой ник. Но вообще Сет это египетский бог чего-то там. То ли подземного мира, или это тот. В общем... Боги, это отстой. Сет такой же гуль, как и мы, но он обрел немало власти в наземном мире. Он выродок. Похоже, он поинтереснее вас придурков будет. Почему же он позволил вам тут жить? Сет не говорит об этом, но он боится, что ему не хватит людей для защиты некрополя. Если его вдруг придется защищать. Поэтому он дает нам столько воды, сколько нужно. Откуда берется вся эта вода? Мне нужна вода для моих людей. Если знаешь, откуда он ее берет, скажи мне немедленно. И при этом надо лицо, как у Шварценеггера, в этом сделать. В... Ну, там, где он на Марсе был. Я забыл. Вспомните все. Мне нужен водяной чип, чтобы дать своим людям воду. Не знаешь, где его можно взять? Откуда берется вода? До недавнего времени мы качали воду из земли с помощью насоса в водоразделе. До недавнего времени что случилось? Недавно до меня дошли слухи, что кто-то захватил водораздел, хотя продовольствие продолжает нам поступать почему-то. Что такое водораздел? Там хранится вся вода и оттуда к нам поступает. И где это? Водораздел на севере. Придется лезть через канализацию, чтобы туда попасть. Ты же не собираешься забрать у нас водяной чип, правда? Я про водяной чип и слова не сказал. Но это скриптовый диалог. Эм, я? Нет, что вы? Я бы никогда такого не сделал. Я просто хочу посмотреть, как это работает. Конечно, моим людям нужен водяной чип, чтобы выжить. Почему? Если ты не заберешь у нас водяной чип, мы все умрем. Мы не можем выжить со сломанным насосом. Ну, мне на вас на самом деле наплевать. Мне тоже нужен водяной чип, чтобы выжить. Счастливо. А возможно ли починить насос? Это будет довольно сложно. Необходимые детали потеряны где-то в канализации под водоразделом. Почему это так сложно? Канализация кишит монстрами, и никто из тех, кого я туда отправлял за этими деталями, не вернулся. Ты хочешь найти эти детали, чтобы починить насос? Слишком много возиться я лучше просто заберу водяной чип. Да, поскольку вы, ребята, в этом ничего не смыслите, и я так и быть помогу. Ну, скажем просто да, без грубости. Спасибо, найдешь детали, неси их сюда. Тогда я смогу тебе помочь. Хорошо, тогда я пошел. Собственно, да. Вот так вот это и делается. Нам сейчас нужно найти детали, и я понятия не имею, где их искать на самом деле. Это просто живущий под землей Гуля, у него нету конкретного имени, значит, скорее всего, и поговорить. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Да. Аптеку у них спер. Ну, как спер, они не сагрились. Они же не сагрились. Сет дурак. Из-за него нас всех убьют. Бывает. Бывает. Мой напарник точно так же говорит. Сет дурак. Из-за него нас всех убьют. Яна, вон, уже убили. Я так полагаю, что это все еще мирные. Ну и... Мне нужно теперь идти куда-то, искать что-то. Еще я не знаю, какие-то детали. Надеюсь, что игра будет давать мне подсказки в этом плане. Они потеряны. Ну, да, крысы. Отлично. Это то, на самом деле, что я и ждал. Именно крысы. Но, к сожалению, отстреливать их всех придется в любом случае. Нет, можно, конечно, и по стелсу пройти здесь. О, кстати, трупы, монстры. Да, думаю, мне сюда. Хотя... Ну, тут тупик. Не знаю, тогда зачем мне сюда, если тут тупик. Вот если бы тихо понимал, что я хочу, и точно так же начал бы просто стрелять по всем объектам, которые он тут видит, было бы намного проще. Ну, я просто сразу хочу всех перестрелять. Урона, благо, у меня по ним хватает. У них никакой защиты. Хотя 20, это не так уж и много, блин, по крысе-то. Ну, я, по крайней мере, вижу трупы. Возможно, если идти по трупам, то что-нибудь из этого хорошее да выйдет. Какой же у них рейндж? Какой же у них красивый бум. Блин, я надеялся, что он разлетится на куски на самом деле. Ну что, мне самому в тебя стрелять? Окей. Окей, из дробовика это была плохая идея. Давайте в правую лапку. Блин, я думал, что он умрет. А вот он явно сделал с ним что-то страшное. Так, ну и что? Явно я не здесь найду эти запчасти. Типа, так легко пробежал 2 метра и все. И нашел запчасти. Но... Охранники зомби, кости. Труп охранника зомби. Обычные кости. Но ведь зачем-то же здесь стояли эти кротокрысы. Хотя, учитывая... Учитывая, что это за игра, то... Я не удивлюсь, если на самом деле... А, ну... Плазменный пистолет. Типа, why not? У меня, конечно, нет к нему ни хрена патронов. К этому плазменному пистолету. Вот такие вот батареи нужны. Вообще интересно, конечно, какой у него урон. 15-35. Ну, как вы понимаете, даже вот эта штучка 20-30, она лучше, чем 15-35. Я его продам, скорее всего. Не думаю, что плазменный пистолет это действительно хорошее оружие. Кстати, давайте попробуем воспользоваться пистолетом. Потому что я... Только дробовик, да дробовик, дробовик снайперской винтовкой. Я дробовик вообще на пробу взял, но, в принципе, мне показалось то, что он в порядке. И... Пистолетом я не стал пользоваться. Но нужно все-таки решить, а дробовик, возможно, отдать тихо, раз он любит ими пользоваться. Да что ты за анимацию-то проигрываешь, вместо того, чтобы подняться просто наверх. Ого! Очевидно то, что здесь что-то связанное с этом. Светящееся существо. Это какой-то светящийся гуль. Ну и здание... А где тут дверь? Вот место, в котором я нахожусь. А как из него выйти? Это что-то какая-то пристройка полностью забаррикадированная? Какой от этого смысл? Где дверь? Я не понимаю. Похоже, она была здесь. Вы видите сплошную стену. И я взорвал ее. И... Сейчас. Дверь заперта. Вы активируйте ловушку, надбери. Ну ладно. В общем, я запомнил, кажется, что я запомнил. На самом деле я нихрена не запомнил. Я забуду про это. Кстати, хорошо, что у меня ничего не сломано. Потому что я бы, наверное, запарился лечиться. Ой, блин. Опять перешел в локацию этих темных. Ни хрена не видно. Когда переход. Что куда вообще. Что почем. Но вот то, что тут выход на поверхность, это факт. Но запчасти ведь от насоса где-то в катакомбах. Блин, как же тяжело. С лестницами контактирует персонаж. Так, опять мы где-то в нетружелюбном месте. Хотя это же... Вообще какой-то край карты. Вот эта вот штука напоминает насос, на самом деле. А вот тут стоит супермутант Гарри. Надо признаться, что это супермутант. О, вот это вот интересная личность одного из чат-собора. Не знаю, насколько враждебные здесь живут гульки. Но у них есть оружие. Вот у этого нож, например. Я вот думаю. Думаю я вот. Вот думаю я. Что даже если это насос. Это скорее всего он и есть. То я скорее всего не смогу. Так, ну они не враждебные, по крайней мере. Чего не скажешь о супермутанте. То, что он враждебный, это инфа сотка. И то, что он тут не один. Вы видите Ларри. Ларри и Гарри. Давайте сохранимся и посмотрим, что будет. Скорее всего придется загружаться. Хотя он тоже не враждебный. Это странно. Я сохраняюсь теперь на разные слоты. Потому что ссыкую после того, как у меня один раз сейв запоролся. Хм. Так, а давайте посмотрим, куда ведет этот люк. Который я твой отец. Куча кротокрысиков. Ого, как интересно. Значит, где-то справа должен быть люк. И с этого люка можно еще ниже спуститься. А подняться, скорее всего, туда можно через вот эту вот лестницу. Ну да, это немножко чит, то, что я могу так крутить. Потому что я не должен, типа, мочи так крутить. Ну вот, вот в эту сторону смысла идти вообще мало, если это, конечно, не запчасти. А это мусор. А может ли этот мусор быть решением проблемы? Вот в чем вопрос. Девятнадцать. Двадцать два. Нет, ну в целом, конечно, можно так делать. Ну то что-то я мажу. Блин, какой же он. Ну я знаю то, что... Ух ты, а с него еще и в глаза не так клево стрелять. Ну и смысла в этом, на самом деле, не так много. Потому что снайперская винтовка бьет мощнее. Вот из-за напарника я не могу иногда закончить ход тогда, когда хочу. Черт, я надеялся сам начать этот бой. Но этот мусор, он... Это же не тот мусор, который, типа, дорожно-транспортная инспекция, все дела. Это мусор, который может пригодиться нам. Возможно, этот мусор и есть. В глаза, со спины и всего девятнадцать хп. Ого. Так, ну давайте в голову мышки выстрелим. Блин. И снайперской винтовки в мыш... Мышки в голову и... Ей плевать вообще. Ам... Ну как плевать. Так, мусор. Ну это мусор... В смысле мусор или мусор в смысле что-то пайс? Полезное. Вот в чем вопрос. Куча мусора, всего понемножку, весит двенадцать футов. Черт, ну я понятия не имею. Это то, что мне нужно по квесту, типа. Или... Хрен его знает. Я пришел отсюда. А тут мышки. Мышки, мышки. А я тут точно не был. Попробуем в стелси пройти, типа. Ах ты, блин. Прям на меня смотрит. Экая подлюка. Да что ж ты здесь делаешь, женщина? Как ты умудряешься? Черт. Я... О, я вижу тут, по крайней мере, какое-то тело. Ну, то есть, я его уже видел. А где вход в это здание? Я не вижу вход в это здание. Вот он? Да, похоже, вот он. Привет. Как дела? Мы предлагаем исцеление тела ради исцеления души. Могу я тебе помочь? Да, помоги мне. У тебя серьезные ранения. Нам нужно пожертвование в размере 37 долларов, прежде чем мы приступим к лечению. Это тебя устроят. Да, почему бы и нет. Религиозных фанатиков всегда весело. Собственно, наблюдать. Мы предлагаем... Кто вы? Мы чадо собора. Мы живем и работаем в этих бесплодных землях. Если когда-нибудь будешь в могильнике, посети собор. Спасибо. Да. Я тут уже был и, ну, как вы понимаете, вот. А тут где-то должен быть еще люк, в который надо спуститься дважды. Потому что я все-таки сомневаюсь, что тут мусор. И этот люк, судя по всему, по расположению где-то здесь, в этом здании. А в это здание можно... Или вот здесь. А в это здание можно попасть только вот через этот вход. Либо, если это все-таки здесь, то... Я надеюсь, он не будет на меня наезжать. Ему как-то пофигу. Ё-моё. Неожиданно. И не сказать, что бы очень приятно. Так, давайте попробуем поговорить с ним. Может, это торговец? Терри? Эй, без разговоров это мешает мне размышлять. Твою мать. Размышлять. Смотрите-ка, он умный супер-мутант. Ну и... Супер-мутант Гарри. Эй, ты не выглядишь как гуль. Почему? Просто если не при параде, как видишь, но я гуль. Может, потому что я не гуль. А, но я гуль. Ладно, проходи. Окей. Мило, мило. Похоже, что вот эта вот деталь механизма. А, или вот это то, что мне нужно, чтобы починить. Водяной насос не работает. Да, это водяной насос, очевидно. Но. Нужен ли тот мусор? А может быть, его просто починкой надо как-то ремонт на... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмерку. Давайте попробуем. Я не думал, на самом деле, то, что получится так легко. Вы не можете починить водяной насос. Ладно. Я, в принципе, не могу его починить. Потому что мне не хватает деталей. А тут у нас в клетке кто-то сидит. Его зовут пленник Гуль. Вы не можете туда попасть, чтобы поговорить с ним. И, насколько я понимаю, вот. Да, вот эта самая лестница. Которую мы видели. Вот сюда вот она еще спускается. И здесь у нас уже убежище. Хм, ну надо же. Убежище это интересно. Ставлю три с половиной рубля. То, что эти Гули враждебны. Или нет? Вроде нападают. Сюда вход воспрещен. Ну, чувак. Ты так медленно ходишь. Откуда у тебя вообще очки действия еще остались на то, чтобы... Давайте вообще посмотрим, что это за враги. На то, чтобы ударить меня. Тридцать пять. Шестьдесят. Ох, ёпт. Давайте того, у которого тридцать пять сначала. Хорошо в него вошло. Хорошо. Мне нравится. Меня устраивает. Так, перезарядимся. Потому что всего пять патронов. Ну и пусть подходит, в принципе. Ко мне даже не буду отходить назад. Мне всего один. Этот остался. Чтоб ты сгорел. Ну ладно. Одно очко урона. Девятнадцать. У них, очевидно, вообще никакущей брони. Очевидно, я забыл поменять, чтобы прицельной стрельбой стрелять. Ну, это, в общем-то, как видите, не важно. Что у них есть? Ничего. Так, во. Вести двадцать опыта. Неплохо так-то. Они по сложности враг примерно как крыса. Ну и это очередное убежище. Ну да, мы читали, собственно, про него заметки, про это убежище. Типа. Типа да. Я уже не помню, что там было в этих заметках. Но то, что что-то было, это факт. Я все-таки думаю тихо отдать винтовку, а самому из пистолета стрелять. Думаю, отдам ему эту винтовку. Ну и вот это я ему отдам. Дорогущая. Ну и мусор я ему тоже отдам. Нихрена себе, сколько-сколько этот мусор стоит. Пять восемьсот. Сотня. Блин, эта винтовка показалась, показалась. Ну и аптечку забирай. Она тяжелая. Да и патроны тогда, раз уж у меня больше нет этой винтовки. Все, буду налегке, так сказать. Хорошо, неплохая сделка. Нет, ничего. Ну, единственное, что можно сказать. Бери свое лучшее оружие, конечно. Я надеюсь, он взял именно эту винтовку. Я хотел его осмотреть, но вот убежал. Ну, у него хп не полное. Надо на него стимулятор заюзать. Я думаю, что я даже жлобиться не буду и прямо сейчас это сделаю. Типа на, пацан, лечись. Так, ну мы на первом этаже, очевидно. Едем на второй. Тут еще куча... Куда ты пошел? В лифт. Ну, как куча? Три штуки. Давайте их все-таки, наверное, попробуем со снайперской винтовки одолеть. Да, отсюда я стрелять по ним не смогу. А вот... Отсюда уже могу. Да? Ну, не думаю, что они были бы дружелюбны во всяком случае. Хорошо. Ну, у них совсем никакой брони, поэтому по ним так хорошо проходит... Собственно, дамаг. Ну, вот не так уж и хорошо. Тридцать три, как вы видите. Да, к сожалению, модельки и оружия довольно мало в игре, поэтому... Я даже не могу понять, какую винтовку он взял сейчас. Перезарядка. Повсюду перезарядка. У них ничего нет. Ну, это довольно маленький этаж, как видите. Но я не знаю, игнорировать его тоже смысла нету. Ну, просто потому что... Мало ли, может, книжка какая-нибудь будет в углу лежать или что-нибудь типа того. Ты, блин, не убил. Ладно. Пусть идут не сильно, я их, в общем-то, боюсь. Особенно вот этот вот, он так много шагов сделал. Они все что-то так много шагов делают. Сейчас тихо зайдет и... Мог бы и не подходить вплотную. В общем-то. Хорошо. Одного добил. Второй к ним даже подойти, по идее, не успеет. Да, очень уж они медлительные. Очень уж они медлительные. Так, ну а что тут у нас? Какая-то туалет. Ну, 403... Знаете, на самом деле, даже просто убивать их... Я не получаю от этого минус карме, потому что, ну, они никто. Они просто враждебные существа. Я типа немирных жителей убиваю и все такое. Вот. И... А заодно и кучу экспы хапаю. То есть, ну, не такую уж и кучу, но согласитесь, лишние там 600 экспы... Или сколько получается? Даже 800... 870 с того, что я убил два пака мобов, таких никчемных. Но этаж, конечно, какой-то совсем бесполезный. Тут вообще ни единого, даже шкафчика нету, я не знаю. Как убежище может быть столь бесполезным? Ну вот, тихо заблочил мне выход. Тихо, тихо, тихо... Он... Фу. Слава богу, я думал, что я из-за унитаза не смогу выйти. Вот это было бы обидно. Смерть от старости. Рядом с унитазом. Ходил ли я вообще сюда? Вот в чем вопрос. Надо побыстрее, пока он опять не вздумал. Ладно, давайте на третий этаж тогда поедем. Этаж чисто ради паков, двух паков мобов. Здесь мобов чуть побольше, здесь есть шкафчики, по крайней мере. Ой, труп. Труп купца. Как интересно. Как интересно выходит. Труп купца. Интересно, он меня не заметил? Действительно не заметил. Ну, это его ошибка. Что он меня не заметил. Ну, я думаю, что ловушки какие-то расставлены. Я не думаю, на самом деле, что у них лук есть. Но это такое. Я, на самом деле, до шкафчика хотел пройтись. Эта комната уже была разграблена, говорят. Это он вот про эту вот, интересно, комнату говорит? Потому что тут шкафчик пустой. Собственно, как и тут. Ха-ха-ха. Смотрите-ка, выжил. Я даже ближе к ним подойду, чтобы было повеселее. Ну, там вот сверху, интересно, какая-то пустая комната. На самом ли деле она пустая? Или все-таки нет? Хм. Смотрите, этот ходит подольше как-то. А что, только ты сагрился один, что ли? Удобно по одному агрить. Да что же вы с одного выстрела-то не умираете? Вон какой-то активный компьютер. Возможно, именно он мне и нужен. Вот здесь тоже был вроде активный. Нет, здесь не было. Ну и ладно. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо, Тихо. 11 хп. Ну, потому что надо же разнообразить как-то это все. Ведь очевидно, что гули были бы не в состоянии снести мне эти 11 хп. И Тихо решил упростить им задачу, собственно. Ну, благо, хоть второй раз он не выстрелил мне в спину. Спасибо, Тихо. Спасибо. И на этом. Опять же, у гули вряд ли что-то есть. Хотя они стояли вокруг торговца. Хотя, может, они жрали его. Им вообще плевать, что у них есть. А, у них ничего и нет. Так, вот эта комната меня заинтриговала. Что здесь? Просто пустая комната. Абсолютно ничего. Хорошо. Хорошо. Хорошо, компьютер. Вы видите, компьютер, контролирующий подачу воды. Он работает. Хм, как интересно. Вы получаете 2500 опыта за то, что достали водяной чип. Хорошо. Хорошо. Значит, здесь, в принципе, наши дела окончены. Были бы, если бы я не должен был починить насос. Поскольку я отыгрываю персонажа более-менее лояльного, то я не буду просто так оставлять этих бедных кули без подачи воды. Все-таки они не виноваты в том, что я такая скотина. Скотинская скотина. Как это говорится, некоторые люди сразу же дают понять о себе, кто они есть. Я скотинская скотина. Скотина. Это вот я не скотинская скотина. Я, правда, убиваю сейчас кучу невинных кулей. Ну как невинных, они ведь первые напали. Они сказали, вход, воспрещен, все дела. А я ведь не хотел. Я ведь просто пришел бы и взял. Значит, водный чип. Водный чип. Водный чип есть, значит. Вся цель этого убежища просто в том, чтобы дать мне водный чип. Приятно. Но, опять-таки. Где же мне достать запчасти? Наверное, уходим отсюда, потому что я не вижу здесь особо больше каких-то... Так, ну тут тупичок, насколько я понимаю. И вот сейчас будет проблема в этих куче, куче развилок. Куча развилок. Так, ну отсюда мне, очевидно, никуда не выбраться. А, дверь заперта. Ну я не знаю, попробовать освободить этого гулю. Давайте попробуем. Сломаясь, ошибаюсь на двойку. Вы открываете дверь. Хорошо, вышло довольно быстро. Спасибо, что выпустили меня. Откуда взялась эта вода? Ее выкачивают из колодцев внизу. В соседней камере есть лаз, который ведет в старое убежище. Это источник воды. Если бы она не шла к тем внизу, нам было бы гораздо проще. А ты о чем? Тяжело бывает иногда заставить работать старую технику. Светящиеся набрасываются, как только мы спускаемся вниз. Мы, гули, стараемся не иметь с ними дела. А большие мутанты вообще не обращают на них внимания. Удачи, до свидания. Ну, ничего, Путни он мне не сказал. Ребята-таки, тут дверь заперта. Давайте попробуем взломать. 25 очков опыта заодно получим. Не удается открыть замок. Не удается. А кто его заперто вообще? Вот в чем вопрос. На меня сейчас этот гуль не нападет из-за того, что я освободил какого-то заключенного. Тут просто шконка какая-то и все. Больше ничего нет. Хорошо. За этой дверью. Может быть и есть что-нибудь. Так, ну, надеюсь-то, что... Этот трио супер-мутантов на меня не нападет. Ну, ему уже, в принципе, все равно на меня. Это хорошо, как бы. Прикольно. Граница карты такая непрорисованная. Обычно просто, типа, нельзя двигать камеру, и они не показывают эти черные штуковины. Тут мы уже были, то есть тут ничего интересного. Тут мы не были. Но они не светящиеся, так что они не враждебны, в принципе. Да. Кто ты? Гуль, привет. Привет. Ну, у них красный текст, но в целом вроде бы дружелюбные. Во всяком случае, ведут себя так. А вот это вот здание, интересно, что у себя представляет. Ага. Отсюда я пришел сюда. На самом-то деле. То есть, вероятно, туда мне и нужно вернуться, чтобы продолжить поиски ремонтного набора. Гуль. 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 Но имен у них нету, так что говорить с ними смысла мало. Они, скорее всего, будут говорить просто привет, 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 привет. Ну, привет. Спускаемся и еще немного постреляем по крысам, кротокрысам. Вот уж не знаю насчет этого мусора, который я подобрал. Тут у нас переходочка. Вот другую локацию, значит, да? А тут я вниз еще не спускался. Давайте попробуем спуститься вниз. Наверх я поднимался, кажись. Это обычный этот. Опять же, как кажись. Все это кажись такое. Кажись. А, вот здесь я не был. Мы не сможем выжить без воды. Да ты даже не знаешь, что происходит вообще. Попробую отдать им этот мусор. Может быть, он и есть то, что нам нужно. Ого, смотрите-ка, они вооружены. Попробуем сохраниться. Гуль, бандит. Ты что здесь делаешь? Подумай как следует. Второго шанса не дам. Я ищу вашего босса. Это здание предназначено под снос. Я хочу предупредить жителей. Извини, я просто гуляю. Все это здесь нет. Чеши отсюда. А, ладно, пока. Когда попадется. Прикончу. Окей, пока. Сета здесь нет. Но, насколько правда это? Гуль, бандит. Гуль, бандит. Гуль, бандит. Ну да, сета не видно, в общем-то. А это та же самая локация? Да, это то, откуда мы пришли, насколько я понимаю. Или нет? Смотрите, у него винтовка. Ё-моё, это вообще интересное место. То есть, я тут не был раньше. Явно не был. Давайте попробуем пройтись по местным зданиям. Но, очевидно, что сет где-то шарится. На каком-нибудь, может быть, важном задании. Тут у нас выход из локации довольно интересный. Через дом. Зайди в дом, выйди из локации. Давайте подойдем к углу зданий, чтобы посмотреть, что там внутри. А, тут я вылазил вот здесь. И здесь открыл я дверь. Ну, как открыл? С помощью сет правитель Некрополя. А с помощью взрывчатки, собственно, открыл. Давайте с ним поговорим. Я думаю, что если я нападу на него, то на меня все эти гули сагрятся. Но, в целом, в целом, в целом, в целом. Что скажешь? Уходи, тебе здесь нечего делать. Мне нужно войти внутрь. Пропусти меня, пожалуйста. Я же сказал, уходи. Ты нам здесь ни к чему топчешь. Ну, то есть, он меня не пустит внутрь. Или, то есть, пустит. Ну, то есть, вроде бы пускает. Светящееся существо. Опять-таки, без имен. Ну, и вообще, они гули бандиты, так что. Во всяком случае, они пропустили меня без особых проблем. Перезарядимся. Ты пропал, наш водяной чип. Отдай его в обмен на свою жизнь. Думаешь, одного прости будет достаточно? Хочешь его вернуть? Так. Кажись, они настроены враждебно. Хм. У меня есть выбор, на самом деле, добежать до этого лаза и спуститься просто вниз. Или, или, или я могу попробовать перебить их всех. 100 хп. 36 с копьем. 45. Дробовик с двумя зарядами. Типа картечь 12-го калибра. Ну, я думаю, сет все-таки здесь наиболее опасен. Давайте начнем с его глазок. Промажем. Потому что, почему нет, вероятно, решил наш персонаж. Ну и вся локация, да, вся локация идет на меня. Ну, знаете ли, они бандиты. У них имена гуль-бандит. 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 Были бы они гуль-мирный гражданин, было бы все намного проще. Но они гули-бандиты. Правильно? Я рассуждаю. Я думаю, что правильно. Ну, как я промазал-то, блин, с такого расстояния и снайперской винтовки 95%. Вот он с дробовика не промазал. И он с дробовика не промазал. Какая боль. Аргентина и майка. И мне нужно сейчас лезть в инвентарь. А после этого я не смогу залезть в свой этот... Ну, не смогу выстрелить. А, нет, смогу выстрелить. 7 очков действия. Требует. В таком случае я залажу в инвентарь. Юзаю стимуляторы, которых я купил в хабе. Очевидно, что не зря. Кладу на всякий случай стимулятор сюда, потому что не уверен, что сменю снайперскую винтовку на что-либо другое. И просто продолжу стрелять по 17 по глазам. Ну, хорошо, хоть тихо с ними разбирается более-менее. Вот, конечно, их медленная чертовски эта скорость боя-то у меня быстрая стоит, но вот их медленная скорость передвижения это что-то с чем-то. Что-то очень медленное с чем-то очень нудным. Ладно, хп мне вроде бы немного они отняли. Благо еще и не все сагрились на локации, так что... Ну, эти хоть не сагрились. Прикиньте, их всех ждать, мерзкий человек. Ну да, он, собственно, не наносит мне урона. Я не знаю, возможно, если бы я с ним поговорил до того, как спер у них чип, но я просто нашел это место уже после того, как он спер у них чип, так что... Ё-моё, ё-моё, они все пошли. О, ящик. Ладно, вот за этот ящик, короче, я сражаюсь. Это то, ради чего я сражаюсь. Ну, сколько я? 54. Ладно, неплохо. Неплохо. Стимулятор. Да разве ж Кули может использовать стимулятор? Еще и два. Еще ему и на выстрел хватило. Как они это делают? В принципе, наверное, так же, как и я. Стреляют неприцельно, открывают инвентарь. Юзаю два стимулятора, да сколько угодно стимуляторов. То есть, видите, юз из инвентаря что-либо, это не абуз, потому что сам комп так делает. Ведь он не может использовать два стимулятора просто из руки. Правильно? Правильно. Только если через инвентарь. Только если через инвентарь. О, боже. Ладно, я все еще раз, что вот эти два не сагрились. И вот этот. И вот эти три. Блин, да тут перестрелять надо хренову кучу народа. Знаете, я, пожалуй, сохранюсь и не буду вам это показывать. Блин, это еще не мой ход. О, как же они ползут. А когда они все в мили ко мне подойдут, я, наверное, грибу. Потому что ничего полуавтоматического у меня нет. Так бы хоть из того дробовика пострелял, но поскольку он сейчас утихо... О, мимо. Так, давайте я сохранюсь. Не буду вам показывать всю эту перестрелку. Не думаю, что она вам очень интересна. Сейчас так вот покажу, как я выстрелю в сета. Сколько у него там хп? Сколько он себя восстановил? 52. Должно быть меньше, конечно. Я снес ему еще 22. Ну и хватит. Так, ну вот. Перестрелял я их тут всех, конечно. С десяток стимуляторов пришлось потратить. Поскольку, как видите, врагов довольно много. Ну, патроны зато хорошие. Винтовку, конечно, можно у него было бы взять. Она все-таки неплохая. Хотя бы стимуляторами меня порадует. Ну, а эти бичи... Я не удивлюсь, на самом деле, если у них, кроме копий, будет настоящее какое-то оружие. Но нет, они... Действительно, они дрались копьями, потому что у них копья. И что, я не могу освободить этого чувака? Это как экспонат, что ли? У него... Ну, вообще никак. Гуль. Гуль-бандит. То есть что, этот гуль на меня не будет нападать? Написано ведь, что это просто гуль, а не гуль-бандит. Я могу ему доверять? Нет, не могу. Эх, нельзя доверять людям. Никогда. Никогда не доверяйте людям. Ну что ж-то, а через меня ты выстрелить не мог? Что, кто ходит-то? А, услышали выстрелы. Окей. Этот чувак с ментовочкой уже посерьезней будет. Но благо он решил не стрелять из нее, а просто тащить ее. Кто-то помер. Ну да, ты. Вот он. И он. И вон там вот еще штук восемь человек. Да. Не повезло вам, что сказать. Ну и первого же опасного противника мы сразу же выносим, собственно. И второго не опасного противника мы тоже выносим. Не знаю, насколько это повлияет. Надеюсь, что я ничего прям плохого не делаю сейчас. Можно посмотреть на самом деле даже по карме. Смотрите, как он меня копьем тыкает больно. Карма 39. Чемпион. Это ваши действия показали, что вы защитник людей. Ваша война против зла и подлости широко известна. Благородные люди будут уважать вас больше. Ну, соответственно, если бы я делал всякие плохие штуки, меня бы больше уважали всякие плохие люди. Воры, бандиты и тому подобное. Типа, о, он такой крутой. Вернее, она. Ну и что, он сейчас встанет на проходе? Ну, я вроде как все равно смогу стрелять. А, Гули, пофигу. Типа, о, он такой, о, женщина. У меня так давно не было женщины. Ну вот, я сделал неприцельный выстрел. Ну и отстой. Все, закончим, пожалуй, на этом. Подняли уровень, в принципе, неплохо. По 10 буду вкидывать за каждый левел. Ну, продолжим с красноречием. Мне понравилось, как я уговорил бандита, этого мутанта, то есть, что я гуль. Я, мне нравятся такие вещи. Типа, я гуль. А, окей. Так, давайте, патроны. Не то, чтобы они мне сильно нужны были. Не сказал бы, что я прям потратить мог те, что у меня есть сейчас, там, сотни. Ну, почему нет холодильник, но... А, закрыт. Вы еще не совсем справились с этим замком. Хм, знаете, возьму-ка я на всякий случай отмышечки. Ну, что, неужто в холодильнике что-то... А, прям настолько крутое, что его надо было закрывать. Вода. Ну, я возьму, типа, пока мне веса хватает. Это дерьмо. Ну, окей, вода. Возможно, вода мне действительно пригодится в дальнейшем. Ну, у меня есть, так, бутылок шесть. Соберем коллекцию водяных бутылок. Тут еще есть у нас парочка друзей, с которыми тоже надо разобраться. Опять-таки, не на видео, пожалуй, это сделаем. Ну, и, собственно, что лежало в этом ящике, за который я сражался. Патроны на пулемет и гранаты. Не так уж и много. Ну, и остался один гуль. Будет глупым, типа, его оставить в живых, потому что... Ну, вообще, он не один, конечно. Вообще, может быть, тут есть еще какие-нибудь ящики. Но нет, здесь только кровати с очень высоким матрацом. Так. Что мы делаем? Подходим к нему сбоку. И сбоку в глазки не щиплет. Как говорится, Джонсонс Бэйби. Да, я помню то, что сбоку, когда стреляешь, почему-то эффект намного лучше. Лучше, чем если стрелять просто так. Прямо. Пиво. Не сильно меня интересует. Но, в любом случае, типа, будем знать, что оно здесь есть. Ну, вот так вот с этом мы и всю его банду... Ой, не всю. Смотрите, как... Как мне аккуратно вышло. Ладно, линтовку я его возьму. Типа... Типа вес пока есть. Или какие-то огнеметные топлива. Огнеметами я точно не пользуюсь. Прям стопудово. Смогу выстрелить ему в спину? Да что такое? Да какое препятствие? О чем вообще речь? Не, ну я не знаю. Если тут есть какое-то препятствие, то... Я, блин, папа римский. Серьезно? Ой, да ладно. Подойду вплотную. Теперь-то точно нет препятствия? Похоже, что да. Ну, здесь оставалось вроде бы еще парочка... Парней. Не знаю, сагрятся ли на меня эти бомжи. Вроде бы не агрятся. Они обычные. А вот эти вот что-то охраняют. Кстати, в этой игре есть забавная штука. Если не ошибаюсь, можно стрелять через окна. Похоже, что ошибаюсь. И похоже, что их тут довольно много, кстати. Похоже, что они не могут стрелять из дверного поема. Может, они не заметили? Нет, похоже, заметили. Но это прям последний. Прям вот... Вот это прям... Прям все. Ну, может быть, в этом столе есть что-то мега-клевое. Кто знает. Может, через вот это окно можно стрелять. Я помню то, что через какие-то окна можно стрелять вроде бы. Или это встречается вообще буквально пару раз в игре. Кто знает. Кстати, если включить сейчас скрытность, смотрите. Убиваю вот этого чувака. И все, типа, я в скрытности. И они меня не видят. Нет, на самом деле, видят, судя по всему. Они... Как минимум, они заметили Тихо, который просто подошел. Такой вальяжненько зашел к ним в проход. Без особых церемоний. И я даю ему 17. Ну, кстати, он взял автоматический дробовик, что не может не радовать. Сколько у него ХП? Три. Знаешь что? Могу ли я сделать вот так? Ёпт твою мать. Это аптечки. Ладно, я надеюсь, что ему сейчас не оторвут лицо. Три ХП. И он идет вплотную. Вплотную. Ну, конечно же. Хорошо, что он сагрился на меня. Если бы он сейчас умер, пришлось бы загружаться. Потому что я не готов прямо сейчас терять Тихо. Не готов. Пожалуйста, убей его. Тихо. Сделай это для меня. Нет, ты не убил его. Фу, благо он сагрился не на него. Надо отхилить его стимуляторами просто. И себя, и его. Перезарядочка. Выстрел. Все, готово. Остался только один. Сейчас давайте тихо. Мы используем вот это. Не знаю, можно ли накачать его. Ну, кстати, 455. Довольно много опять-таки опыта дает. Я считаю. 23. Я что, использовал его с... Один раз? А почему... Почему он не хочет? Блин, вот я не понимаю, что за мания. Типа у него ходить туда-сюда. Да? Ну и мои... Это что это? Самогон? Черт. Оказалось довольно-таки бесполезным. Ого, открыть дверь сразу три этих. А, дверь еще и заперта. Ну, что-то мне впадло ее отпирать. Давайте я просто обойду и грохну последнего. Ну, просто глупо будет, как я уже говорил, убить всех на локации, кроме одного. Поэтому с ним мы тоже разберемся. Он выжил. Но ненадолго. И... Пойдем искать насос. А что... А что, собственно, произошло? Гульбандит. Ты же бандит. Но он же бандит. Он какой-то багнутый бандит оказался. Все. Надо только решить, куда идти. Давайте попробуем быть последовательными. И пойдем все-таки откуда пришли сейчас. Все-таки попробуем. Сохранимся. Я все равно уже всех перебил. Так что терять нечего. Карму я с этого не теряю. Только улучшаю. Поэтому, да, это все было явно не зря. Могу пойти сообщить своим чувакам. Вернее, не своим, а этим. Вижу, ты нашел то, зачем пришел. Ты осознаешь, что мы все умрем, если ты заберешь в одиночип? Да, но я все еще работаю над тем, чтобы подчинить ваш насос. Где ты сказал мне найти детали? Как я уже говорил, они где-то в канализации под водоразделом. Иди на восток отсюда. В смысле налево. Нет, направо. Затем поверни на север. То есть налево. В том направлении и будет водораздел. Может быть, они уже есть. Давайте попробуем у моего друга тихо кое-что спереть. кое-что, что называется мусором. Я не уверен, что это оно. Нет, ладно, хорошо. Тихо. Тихо, друг мой. Лови. О, вот, кстати, в одиноче выглядит именно так. Тихо я его не доверю, естественно, потому что, ну, его в шопу он маньяк. Так, надеюсь, гранатами он пользоваться не будет, потому что я уверен, что это ни к чему хорошему не приведет. Оп. Вот так вот. Неплохая сделка. Да, я рад, что ты долбанный этот поезд. Значит, идти на восток. Давайте. Идем на восток. Помню, песенка такая была. Ее пел этот. Я уже не помню. А потом идти на... Север. Там и будет водораздел. Ну, я, в принципе, видел, где водораздел. На тот ли север я иду, вот в чем вопрос. Черт. Он сказал в канализации. Значит, наверное, я зря. В общем, я попробую найти. Да, забавно, что... О, кстати, он выстрелил через окно. Забавно то, что теперь на меня нападают абсолютно все гули на поверхности после того, как я убил Сета. Да, возможно, мне следовало сначала найти то, что я искал, а потом уже убивать Сета. Потому что, как мы видим, сагрилось тут довольно много. Попробовать надо стрелять из режима скрытности. Может быть, это приведет к чему-нибудь полезному. К чему-нибудь хорошему. О, да, бей меня. Ведь очевидно, что это сработает. Гули, че с них взять. Так, попробуем скрытность включить и пройти немного. Вдруг сработает. Типа я... Типа из-за скрытности они меня не найдут. Давайте попробуем заобузить такую штуковину. Вот я в скрытности. Ну, черт. Ну, они ходят и ходят и ходят и ходят. Главное, чтобы супермутанты на меня не агрелись. Сколько у них, интересно, хп. Сорок. Ну, знаете ли, с таким я справлюсь. К сожалению, режим скрытности не помог мне. Блин, ну, короче, друже, плохие новости. Поскольку это игра старая. Здесь очень сильно действует такая вещь, как куда нахрен мне идти фактор. И я не могу понять, где найти детали для этого водяного насоса, к сожалению. А, водяной насос не работает, да. А что, может быть, его можно как-нибудь рассмотреть? Это оборудование, которое качает воду снизу. Отличная информация. Но, к сожалению, я совершенно не могу понять, где найти для него детали. И поэтому сейчас я просто, дабы закончить это видео, пойду в свое убежище. И отнесу, собственно, водяной чип. Цель, собственно, основную цель игры потребовалось у меня, на самом деле, не так уж и много времени, чтобы... 78 дней еще осталось. То есть я только пол срока потратил. Ну, сейчас еще идти, да, у самого убежища. Пару дней. 9-го выйдем, где-то числа 20-го, наверное, дойдем. Вот. Но я, к сожалению, не... Не смог найти. Это не значит, что я не буду искать. Я вернусь в этот некрополь. Попробую сделать квесты, если... А они там остались какие-то. И уже после этого... Но загуглю перед этим просто. А сейчас пойдем просто и отдадим, собственно, водяной чип. А то, чего у нас... И хотели. Сделаем это. Кстати, интересный заводик какой-то. Или, я не знаю, что это. Населенный пункт. Какой-то забавный. Да, практически без происшествий. Да, как раз 20-го числа дошли. Я думаю, можно сразу в центр управления идти. К... Смотрителю. Я, кстати, думаю, то, что сейчас мне все-таки откроют... А... Этот... Доступ. Так что давайте. Смотритель. Смотритель. Тебе удалось найти чип. Да, но я думаю, что нам следует еще обсудить вопрос о том, что пора разрешить людям покидать убежище. Ну, просто да. Окей-докей. Минуточку. Сейчас чип инициализируется. Вот, 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 вот. Пошло, поехало. Внутренняя проверка зеленый. Перезагрузка прошла успешно. Ха! Заработало! И у нас тут и есть герой! Хо-хо-хо! Ах, тебе удалось! Удалось нас спасти! У тебя получилось! Да ладно, ничего особенного. Особенного? О, нет! Это было нечто совсем особенное! Не скромничай! Твоими усилиями спасено множество жизней! Хорошо, теперь мы готовы выслушать твой отчет о происходящем снаружи. Пожалуйста, пройди в библиотеку! Окей-докей-локей. Собственно, да, получил я довольно много, как вы видите, экспы за это. Сразу же получаем всякий выбор перков. Ну и давайте посмотрим. Бесшумный бег. Способность позволяет вам красться и одновременно бежать. Это мы уже смотрели больше критических, смотрели бонус движения. Это приятно, конечно, но не то чтобы очень. Теперь использование стрелкового оружия будет требовать на одну единицу действия меньше. Вот это мощь! Вот это вот я хочу! Вот это, скорее всего, и будет мой выбор. Верткость. Вас труднее поразить в бою за каждый уровень этой способности. 5% защиты дополнительно к любым показателям брони. Говорун. Добрый враг. Персонажи из вашего отряда подсвечиваются в бою зеленым, а не красным. Персонажи в одино-красным, тем не менее, могут быть настроены к вам невраждебно. Загадочный незнакомец, змеи, вот свой кладоискатель, кошачий глаз, меткий стрелок, мутация, радиация пустоши изменила вас, одна из ваших особенностей превратилась во что-то другое. Не знаю, что это, не особо хочу выбирать. Образование, прилежный ученик, разведчик, размах, скаут, следопыт, улучшенный крит. Критические удары причиняет больше вреда, бонус 20%. По таблице критических ударов, вы почти всегда наносите больше урона. Способность не влияет на вероятность крита. Ну, это, скорее всего, мне пригодится, но, возможно, позже я все-таки возьму. Хапуга, вам везет, вы находите больше боеприпасов, чем другие. Это такое себе на самом деле. Ну, очевидно то, что я беру себе бонус скорострельности. Один левел всего заработал, но, в принципе, один левел... Разве это плохо, один левел? По-моему, нет. Итак, что мы имеем? А с кем мне здесь надо поговорить в библиотеке? Или я уже все сделал? И мне нужно вернуться к смотрителю? Просто жители убежища, они смотрят такие на меня, а я в металлической броне. Вот они, наверное, испугались. Это библиотека убежища, обучающие машины соединены с центральным ядром. Они дают жителям знания и обучают навыкам. Это, конечно, круто, но... Нужно, пожалуй, опять поговорить со смотрителем. Было бы неплохо, конечно, разделять такие видео на два, на две части, потому что очень уж долго идет, но... Ничего не поделаешь. Я... Да, я просто хотел тебе сообщить, что наша система водоснабжения стабилизировалась. На самом деле, мы даже понемногу восстанавливаем запас воды. У тебя все отлично получилось. Эм... Я... Я, правда, немного озабочен. Чем? Меня очень обеспокоил твой отчет. Его содержание я имею в виду. По правде сказать, они меня до смерти напугали, эти мутанты. И я кое-что тут подсчитал, и, скажем так, пришел к неутешительным выводам. Что же? Популяция мутантов куда больше, чем можно было бы получить при обычном естественном приросте или мутациях у обычных людей. Это наводит меня на мысли о... И я, честно сказать, и сам не совсем понимаю. Но, кажется, кто-то специально производит новых мутантов, и при том с ошеломительной скоростью. Стало быть, где-то должна быть лаборатория? И как ты, наверное, догадываешься, ни одна из этих мутаций не могла произойти естественным путем, даже с учетом послевоенной радиации. Что я должен сделать в связи с этим? Что-то производит враждебных мутантов с такой скоростью, под угрозой сама безопасность убежища. Найди эту лабораторию и уничтожь ее как можно скорее. Прикольное задание для одного человека. Снова наружу труп мой. Ты даже себе не представляешь, как я сожалею о том, что должен снова посылать тебя туда, наружу. Мне вот интересно только одно. Ну что, лабораторию мутантов уже нашли? Или даже лучше, уничтожили? Так, нет, но у меня есть несколько толковых идей. Прекрасно, но торопись, чем больше у них будет времени... Что-то он не хочет ничего. Ну что, что, основываясь на твоих данных о плотности их популяции, я полагаю тебе стоит... В западном направлении... Ну что, лаборатория... Ну что ж... Да, я думал то, что он доступ мне к оружейной сейчас типа даст. Потому что, ну... Вот этот чувак, как вы видите... Отложи оружие сейчас же. Оу, как это грубо с твоей стороны. Я спаситель убежища, и ты так со мной обращаешься. Окей. Спасибо за возвращение водяного чипа. Это поможет укрепить дух, законы, убежища. Он не дал мне. Видать, я должен был как-то договориться еще раньше об этом. Еще когда меня посылали на этот. Но все, что я смог... Выменить, по-моему, эту пару стимуляторов и все такое. Ну и, собственно, мы... Покидаем в очередной раз убежище для того, чтобы остановить супер-мутантов. Да. Именно этим мы и начнем заниматься в следующий раз. Ну, не конкретно этим. И, естественно, нам еще нужно очень многое узнать об этом. И узнаем мы об этом. В следующих сериях. А пока закончим. Так что, если вам понравилось, то вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании. Вступайте в нее. А с вами был Сет. И до свидания. Продолжение следует...